В 2015 году в центре советского района появился жилой комплекс «Шоколад». Обладатели новеньких квартир начали активно заселяться. Центр, рядом детские сады, школа, магазины, своя парковка для жильцов дома. И еще одна, расположенная в нескольких сотнях метров от многоэтажки, на улице Урицкого. Последней никто никогда не пользовался, слишком неудобно расположена. Дорога на Урицкого с односторонним движением, а потому водителям пришлось бы делать существенный круг через набережную, чтобы добраться от дома до парковки на машине. Понятное дело, люди стараются обходиться местами для стоянки у дома. Если получается, здесь свободное место ставим, если не то, за пределами. У вашего дома есть парковка на Урицкого улице? Да, знаем. А почему не паркуетесь там? А там, по-моему, никто не паркуется. Ну, никто не паркуется. А почему никто не паркуется? Потому что далеко неудобно ходить и вообще там, по-моему, не приспособлено для парковки. Далековато от дома. Неудобно. С сумками приезжаем, как бы вот, ну, хочется. С семьей неудобно. При этом управляющая компания всегда содержала территорию парковки в чистоте, даже несмотря на ее невостребованность. Управляющая компания не отрицает того факта, что территорию необходимо обслуживать. Парковка, принадлежащая жилому дому, шоколад регулярно обслуживалась, производился по костровой, убиралась территория. Территория данная соответствует требованиям, и парковкой можно пользоваться. Однако у одного из жильцов возникло предложение провести на пустующей территории ремонт. Активист посчитал, что деньги, отчисляемые на содержание дома, следует направить на новое асфальтовое покрытие на парковке, которой, напомним, никто не пользуется. Мужчина обратился в суд и выиграл дело. Свои обязательства компания выполнит. В ближайшее время будет произведен ремонт парковки. Вскоре после вынесения постановления суда у шоколада сменилась управляющая компания. До этого момента мужчина, добившийся ремонта никому не нужной парковки, регулярно писал жалобы, но неожиданно приутих. Как выяснилось, сейчас он стал председателем совета дома. За свою должность он получает вознаграждение и должность официальная. И тут почему-то на ум приходит почтальон Печкин из Простоквашино, который и вредным-то был, потому что велосипеда у него не было. Ольга Макушникова, Игорь Винничук, События, Брянск. Субтитры создавал DimaTorzok